Первый тайм мы играли с подавляющим преимуществом, создали много моментов, которых не реализовали. Во втором тайме у нас не получилось, как в первом тайме. То ли нет нервозности, потому что еще доставил немножко терапии, торопились, то ли просто не хватило сегодня людей, чтобы дожать. Но в тех предыдущих турах, в матчах мы практически во втором тайме все команды дожимали, просто не все не прошло. Ну и в качестве игры во втором тайме было. Хочу подарить болельщиков за поддержку, людей пришло очень много. Первый тайм просто хороший, я очень доволен всем, кроме реализации. Моментов было достаточно не на один матч, чтобы их нас забивать. Как вы считаете, почему во втором тайме сбавили? Да не сбавили. Соперник опустился, закрылся. И закрылся основательно. Если вы посмотрели матч, в который они играли, кроме последнего, они проиграли Миссию в один мяч. Миссию выиграли. Потом они проиграли еще в один мяч в Питере. Там где-то момент не забили, где-то еще. Они в Москве сыграли мяч в Партаково. Это еще команда, и отношение к ней должно быть точно такое же, как и к лидерам. И есть шансы он должен реализовывать, потому что счет диктует этот матч. Заби гол, это уверенность, это и психологическая устойчивость, это уже больше контроля. Немножко торопились. Мне кажется, все время торопились. Много было таких пасов в остроту неприготовленных. Видно, люди пришли, первая игра дома, и вот все взаимно. Наверное, так. Хотя сказать со сто процентов не сильно. Надо провести разбор игры и двигаться дальше. Коллеги, прошу представиться перед тем, как задать вопрос. Сергей Александрович, а как теперь в одиннадцатого играем? Как будет построена подготовка команды? Стряхнется за эти дни? А что стряхнется? Первый тайм был очень хороший. Что стряхнуть? Надо готовить и работать дальше. Я признал, что мы где-то ошибемся, где-то приобретем. Это нормальное явление. Просто надо по таким этапу развивать то, что дается. Вот и все, что выгодно и говорит. Да, конечно, не хватает Апаева, безусловно. Мы рассчитывали, но он уже начался работать в общей группе. Но мы его не могли рисковать по этой ночи. Потому что есть срок, который надо решить, что он уже работает. Я думаю, может, в следующем туре, или в чьей-то роли, насчет Райфовного Силова. Ему не хватало я. Это человек, который может и глубину атаки, и динамику атаки придать. Но мы же не можем и на одном Апаеве. Мы без него выиграли тяжелейший матч у Енисеева, без него выиграли в Питере. Хотя все тоже надумя чем-то. Опять не пропустили, но не забили то, что уже выиграли. Мне просто в этом не понравилось. Если победный состав вы не меняли, то сейчас, не выиграв, в следующем матче возможны изменения уже в стартах? Да, они возможны каждый раз. Потому что у нас Каратаев в эту неделю температура два дня. И мы знали, что максимум тайм или полтора, и его же Каратаев, что он полотаймского, 15 максимум. Все. То есть это такие моменты. Ну, это происходит во всех командах. Да, пожалуйста. Великолепное. 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 В поле хорошего, хорошего качества. Другое дело, переход искусственно на естественное. Ну, соперник был в таких же условиях. Ну, соперник, атаковали мы. Они играли из-под нас. Но они играли организованно. Это организованная команда. Сбалансированная. Поэтому мы знаем, что трудно играть. Ну, тогда еще раз говорю. То, что стоишь надзывай, хотя бы, хотя бы, это настолько очевидный момент. То есть стандарты, главное. Просто дохлых. Надо забивать швы. Что-то про отмену мяча можете сказать? Нет. Я далеко находился. Мне трудно. Он засчитал голову. Они глаза выдал бы друг друга. Смотрели. Не знаю, мне трудно. Суть. Я не видел этот момент. Надо смотреть. Хотя он сначала такие. Лучше бы сразу засчитал. А то, когда он засчитывает, уже все обнимаются, радуются. А потом тебе говорят. Нет, гола нету. Вот этот момент такой. Чисто психологический. Хотя мы потом в себя пришли. И опять поставили моменты. Еще два момента было. Один был чистейший момент, когда голова. Невозможно. Что есть? То есть. Жад. Жад. Но мы с этой командой, с этой игрой. Мы берем очки на выезды. Мы везде, где хоть выбирать. Мы можем любую команду выбирать в этой лиге. А сегодня получилось. Еще раз говорю. Уровень турнира такой ровный. И каждая команда походящая ответственная. И любая команда набирает очки. Абсолютно. Все мяч решается. Нулевая ничья на фоне других результатов, как говорится, позволила Ротеру сохранить позиции, на которые вышел? Я не знаю. Я не знаю, как остальные сырые. Я знаю, что Луч проиграл. И знаю, что Томск не выиграл. Даже если мы не набирали очки сегодня, они нас не доставали. Остальных я не знаю. Я просто. Но я не об этом говорю. Мы сегодня говорим по своей большой командой. Серьезной командой. И, конечно, мне передаем больше, пожалуйста. Хорошая комбинация, хорошие ходы, взаимодействие. Моменты хорошие. Причем не плод каких-то ошибок, а плод команды действий. Но надо реализовать. Потому что счет уже диктует ход матча. Иначе во второй тайме торопиться, торопиться, торопиться. Думать о том, что надо забивать. А надо думать о том, что надо играть. Когда игра есть, она дает результат. У нас серьезная команда. И мы еще раз говорю, мы можем брать очки везде. И мы это будем делать. И следующая игра. И следующая игра, она еще более сложная будет. Потому что соперник, с которым играли очень хорошо. Который атакует, выбегает в атаку. Это будет вообще другой матч. Я призываю болельщиков поддерживать. Это будет игра не в одни ворота. То есть направление там будет в ворота. И будут моменты и у нас. И у них это будет очень тяжелый матч. В общем, мне Курск очень нравится. Мы видели много их матчей. Тем более, три дня до игры. Ну, мы обыграли Эдисей. Мы обыграли других. А мы обыграли Тамбов. Опять вопрос, как мы будем играть. Но если мы будем такими расточителями, в реализации игровых моментов, конечно, очки будут даваться тяжело. Потому что моментов было достаточно. Просто достаточно. Надо забивать. Над этим работаем. Ну вот, вышли на поле. Сейчас мы практически уже работаем на тракторе. На естественном поле все это. Ну, на это скитинг нет. Хороший комбинат. Схороший голод. Как стоять ногу с трех метров. Или там головой вдавливать. Это уже... Этому не учат на этом. Это просто делается автоматически. Ну, начну, наверное, не традиционно для пресс-конференции. Со слов тех, что я с огромным удовольствием приезжаю с командами, которые работают. Приезжаю сюда Волгоград. Очень много меня связывают. Здесь как игрока и как тренера много друзей. В команде приятно видеть среди вас тех людей, которые освещают объективно, профессионально освещают футбол, игру ротора. Очень приятно. Очень приятно. Что касаемо сегодняшней игры. С турнирной точки зрения, наверное, не ротор, не нас по большому счету результат этот не устраивает. Я так думаю, что вы знаете, что отстаем, прилично отстаем. И ротор недалеко находится, я имею в виду, от команд, которые покидают. Если брать в общем игру, то она... Первый тайм ротор более активно. Мы, собственно, и план такой принимали, что играем вторым номером, строго сыграть в обороне и пытаться использовать предпосылки, создавать предпосылки и использовать для быстрых атак. Были у нас моменты такие, ну, с натяжкой в первом тайме. Ротор больше в первом тайме владел и территорией, и игровым преимуществом. Но так, если брать до таких реальных моментов, дело не доходило. Во втором тайме картина, с моей точки зрения, немножко изменилась. Мы выровняли игру, четче стал, контроль мяча у нас четче стал. И неплохо провели мы две быстрых атаки, которые, ну, при более высоком исполнительном мастерстве наших игроков, могли заканчиваться взятием в рот в центральную зону. На два момента мы в втором тайме имели. В втором тайме ротор, ну, практически ни одного момента, только за счет стандартов, которые носят реальную угрозу. И, готовясь к играм, мы просматривали и видели, что это реальная угроза ротора. Ну, краткий комментарий. Когда ваша команда начнет забивать? У меня тоже эти вопросы есть. Практически каждую игру мы создаем моменты. Каждую игру. Шесть туров без забитых мячей, конечно, это очень много. Тем более в этой турнирной ситуации, что не хотят ребята. У меня язык не повернется. Стараются, вы видите, и отдача. Ну, все определяет уровень исполнительского мастерства. Надеюсь, что со следующего тура начнем забивать, потому что у нас сейчас серия осталась у нас из семи игр. Мы играем пять игр дома со всеми прямыми конкурентами, которые либо в зоне вылета, либо рядом с зоной вылета. Это Луч, это Кубань, это Олимпиец, Астрахань, которая рядом, но Астрахань повыше немножко. В этих играх, в частности, будет зависеть от того, как мы забьем. Без забитых мячей побед не бывает. То есть мотивацию команда еще не потеряла? Турнирную, я имею в виду. Турнирная, понятно, она очень сложная, архи сложная. Но мы будем бороться до конца. И, в принципе, все игры в весенней части, кроме провальной игры, скажем так, второго тайма провальной игры с авангардом курским, мы играем, все игры проиграли в один мяч. И при неиспользованных многих с нашей стороны моментов, в каждой игре два-три момента забить не можем. Все, пока есть теоретические шансы, и практически мы будем до конца бороться. Ребята, нацеливая на это, и с вами настроены. Вы сейчас сказали про авангард, который сейчас приедет сюда, Кротро. За счет чего он вас в втором тайме переиграл? Ну, за счет грубейших ошибок в наших оборонцах, в элементарных ситуациях. И за счет более высокого исполнительского мастерства игроков группы «Атаки», хорошо знакомых мне, ребят, которые играли у меня в «Факеле» два года назад. Горова, который ушел примерно с «Факела» и «Альшин», их исполнительского мастерства. И Болов, который тоже в прошлом году на замену забил мяч. Но там уже ситуация какая сложилась. Пропустили мы со стандарта один мяч, пропустили со стандарта второй мяч. И потом, скажем так, нарушение игровой дисциплины, авантюра. Защитники побежали в атаку все, и с плохим возвратом. И вот авангард за это наказал. Говорят, в перерыве вы просмотрели видеозапись того спорного эпизода, когда судьи отменили, не просматривали раздевалки? Нет, я не смотрел. А что скажете по этому эпизоду? Что вам видно было? Ну, со скамейки мне показалось, что в ней игры было. Хотя я утверждать не берусь, надо смотреть, я не видел. Ну, понятно. Ну, раз судья боковой, который просматривал всю линию, и после добивания, когда шло, ну, явно он там впереди был. А как до удара он туда вбежал или стоял, не могу комментировать, я не видел записи. Субтитры сделал DimaTorzok